Девушки отдыхают Встречайте! Новый советский ТОП! Представитель самой массовой линейки основных боевых танков в мире Т-72А! Эта машина пришла в игру с обновлением 1.85, получила боевой рейтинг 9.3 и может быть исследована сразу же после перехода на шестой ранг. То есть, обратите внимание, мы с вами получили топовый танк в обход прокачки ветки Т-64. Конструкционно Т-72 — это упрощённая версия поздних Т-64, которая унаследовала и плюсы, и минусы советских ОБТ. Давайте рассмотрим её подробнее. Сразу в глаза бросаются низкий силуэт, мощное 125-мм гладкоствольное орудие, а также зенитный пулемёт НСВТ «Утёс». В движение танк приводит 780-сильный двигатель. Комбинированная броня корпуса состоит из катанных стальных листов и текстолита, а управляют этим почти 42-тонным монстром три члена экипажа, двое в башне и ещё один в корпусе. Рядом с ними расположилась боеукладка карусельного типа и автомат заряжания, позволивший советским конструкторам снизить общий вес танка и обойтись без заряжающего. В целом, танк получился очень живучим. ВЛД может сдержать попадание XM-1, Абрамса и стоковых ОБПСов второго «Леопарда», а такое мало кому под силу на этом боевом рейтинге. Лоб башни сдерживает почти все доступные в игре ломы, а достигнув максимальной прокачки вы сможете купить модификацию 83-го года, у которой к ВЛД добавлен 16-миллиметровый бронелист, и ещё немного повышающий живучесть машины. Но это не значит, что танк неуязвим. Крупная НЛД лишена комбинированной защиты и может быть легко пробита из любого противотанкового орудия. Довольно уязвимо и декольте в верхней лобовой бронеплите. Всё это накладывает на тактику определённые ограничения. Приходится по мере сил прятать НЛД и слегка доворачивать щёк у башни во время выстрела противника, чтобы он не выбил казённик. А ещё у Т-72А есть дымовой гранатомёт, а также и дополнительный пулемёт калибром 12,7 мм. Первый пригодится, чтобы безопасно отступить, когда расклад не в нашу пользу, а второй защитит от вертолётов и другой, не слишком бронированной, воздушной и наземной техники. По скорости танк лишь ненамного превосходит советскую 64-ку, а американским и немецким соперникам на своём ранге уступает с большим запасом. Задним ходом он ползёт 4 км в час. Ни в качели поиграть, ни отступить. Так как же грамотно играть на Т-72А? Из-за невысокой скорости это танк второй линии. Он, прям скажем, вряд ли будет успевать на сражение первым. Но это и не нужно. Действуйте иначе. Выберите себе, назовём его спонсором, на более быстром танке и следуйте за ним, помогая в перестрелках и защищая его тыл. Вы получите свои заслуженные фраги, а союзник — поддержку, которой часто не хватает, когда пытаешься продавить фланг. А если вам по душе ближний бой на городских картах или вы играете в аркаде, то обратите внимание, среди доступных снарядов есть мощнейший фугас с пробитием целых 47 мм. Он, если не ваншотит противника, то выбивает ему орудие, чтобы вы могли спокойно завершить расправу следующим выстрелом. В остальном же Т-72А — это уже привычный игрокам советский ОБТ. Неторопливый, со средними углами вертикальной наводки, но зато хорошо вооружённый, весьма живучий и при этом небольшой по габаритам. Его оптимальная роль в команде — танк поддержки. И в этой роли он весьма хорош. Знакомьтесь, его величество — подшипник. В наше время он стал грошовым изделием. Их производят миллионами штук в день. Но участники Второй мировой о таком даже мечтать не могли. В те годы производство подшипников было очень сложным, медленным и дорогим. А без них было никуда. Транспортные узлы, авиастроительные и вообще любые машиностроительные заводы, судоверфи, нефтеперегонные комплексы, электростанции. Везде было нужно умопомрачительное количество драгоценных подшипников. Неудивительно, что командование ВВС США считало главной целью именно подшипниковые заводы противника. Тогда казалось, что война закончится. Стоит только взять побольше летающих крепостей, размещенных в Европе, и разбомбить главный производственный центр этих изделий в Германии. Он находился в живописном баварском городке Швайнфурт. Утром 17 августа 1943 года сотни американских бомбардировщиков поднялись в воздух. Чтобы отвлечь истребители Люфтваффе, сначала было решено атаковать завод Мессершмитта в Регенсбурге. А когда немцы выработают топливо, тут-то и начнется бомбардировка на главном направлении. Но руководство ПВО Германии раскусило эти планы, еще когда первые соединения летающих крепостей пересекли Ла-Манч. Кроме того, ни британским спидфайрам, ни американским тандерболтам не хватало дальности, чтобы сопровождать бомбардировщики. И стоило союзным истребителям повернуть обратно, как летающие крепости оказались в аду. Сотни мессершмиттов и фокки-вульфов набросились на беззащитные бомбардировщики. Летчикам Люфтваффе даже приходилось ждать своей очереди на атаку. Да и многочисленные зенитки на Земле не молчали. По воспоминаниям американских летчиков, в кабинах стоял удушливый пороховой дым, который не выветривался даже несмотря на многочисленные пробоины. Неся чудовищные потери, союзники все-таки прорвались к Швайнфурту, превратив город и его подшипниковые заводы в горящие развалины. На тот момент это была самая массированная бомбардировка в истории. Из 376 участвовавших в налёте Б-17 только в воздухе было потеряно более 60. Ещё столько же было списано по возвращению на базы. За один день США потеряли больше четырёх моторных бомбардировщиков, чем СССР построил за всю войну. Сотни американских лётчиков погибли, пропали без вести или попали в плен. На восполнение потерь ушли месяцы, и налёты вглубь Германии пришлось приостановить до осени. Война, конечно, на этом не кончилась. Тем не менее, промышленности Рейха действительно был нанесён колоссальный урон. Буквально все отрасли, и прежде всего авиационная, лишились более трети подшипников. Пришлось срочно рассредоточивать, маскировать и разбивать на мелкие мастерские множество производств, вводить головоломную систему логистики. Множество перспективных производств было и вовсе свёрнуто. Резко сократилось производство моторов для истребителей «Фокке-Вульф-190», а завод в Швайнфурте удалось полностью восстановить уже только после войны. Так что теперь вы знаете, сколько стоит подшипник на самом деле. Стрельба в скольжении — полезный приём, позволяющий заметно повысить эффективность воздушных дуэлей. Некоторые наверняка слышат это название впервые, поэтому для начала разберём, что же это такое. Начнём чуть издалека. Простейшая воздушная атака — лобовая. Вы сближаетесь с противником и оба открываете огонь. Может, повезёт вам, а может, ему 50 на 50. Очевидно, чтобы улучшить шансы на удачный исход, нужно как-то маневрировать, усложняя прицеливание оппоненту и не ухудшая при этом прицельность собственного огня. Давайте попробуем задействовать рули крена, клавиши A или D, и при этом наводиться мышью на то место, где противник окажется через пару секунд. Видите, что происходит? Руль направления пытается вернуть машину в горизонтальный полёт, из-за чего она начинает как бы скользить. В симуляторном режиме этот манёвр выполнить сложнее, придётся использовать ещё пару узлов управления. А вот в РБ хватит мыши и пары клавиш. Отправляя машину в скольжение, вы обманываете неопытного противника, заставляя его неправильно выбирать упреждение. Как результат, вражеские снаряды уходят мимо. В крайнем случае чуть-чуть заденут крыло. Конечно, грамотный оппонент быстро раскусит ваш манёвр. Чтобы усложнить ему жизнь, не стоит однообразно скользить в одну сторону. Меняйте крен с одного крыла на другое, ломайте траекторию и снова возвращайтесь в скольжение. Суть манёвра при этом не меняется. Сближаясь по непредсказуемой траектории, вы постоянно запутываете противника. Давайте посмотрим, как это выглядит на живом примере. При первом контакте с двух километров открываем огонь, затем резко меняем траекторию, вот так, и возвращаемся на курс к противнику. За километр-полтора становимся в скольжение, а через несколько секунд меняем его на другое крыло. По сути, главное, что требуется, чтобы наш манёвр увенчался успехом, это научиться метко стрелять на большие дистанции. Но такой приём подойдёт не всем самолётам. Если мы возьмём, к примеру, Focke-Wulf 190, его руль направления не будет успевать доворачивать нас до противника. Поэтому стоит выбирать машины с эффективными рулями направления, крыльевым вооружением и большим весом секундного залпа. С вооружением, расположенным в развале мотора или рядом с ним, будет чуть труднее, но к этому тоже можно приспособиться. И последний совет. Используйте ленту для скрытой атаки, чтобы не помогать противнику угадывать вашу траекторию по следам трассеров. Удачной охоты! Друзья, спасибо вам за ваши комментарии. Конечно, не в наших силах ответить на все из них в полигоне, а про многое мы просто не можем говорить раньше времени, как бы нам не хотелось с вами поделиться. Но, знаете, мы все читаем. И очень благодарны вам и за похвалы, и за критику, и за идеи. Первые комментарии от Андрея Калинина. На карте Вьетнам городская точка. Недоступно одной из команд. Вы не так поняли. Привет, Андрей. Большое спасибо и вам, и всем другим комментаторам за терпение и за настойчивость. Гейм-дизайнеры внимательно изучили карту и приняли решение добавить мост и брод через канал, чтобы облегчить команде захват городской точки. Как опробуете в игре, пожалуйста, поделитесь впечатлениями. Пишет Даня Джемс. Как пробить КВ-1. Привет, Даня. Ну, одно из уязвимых мест КВ-1 — это зоны по бокам от маски орудия. А если удастся закружить КВ, стреляете в погон башни. Ну и, конечно, важно на чём играть. За немцев хороши штуги и старшие модификации ПЗ-4. Они спокойно вскрывают КВ даже в лоб. За американцев — шерманы с подкалиберными снарядами. За британцев подойдёт любой танк, на котором стоит 17-фунтовка. А если предпочитаете премиумную технику, можем порекомендовать немецкий Т-34 и особенно японский Чи-Ну-2. Спрашивает Антон. С вводом флота появилась такая не самая понятная с точки зрения применения вещь, как глубинные бомбы. Не могли бы вы провести тест, как тот, что с авиабомбами? Привет, Антон. Да, спасибо за идею. Возьмём на вооружение в одном из следующих выпусков. Мы тесты любим. Кошка-ру-эм-волк поправляет нас по мотивам выпуска об израильском танке. Только цааль, а не цахал. В иврите нет твёрдого «л». А «ха» не имеет в русском языке правильного аналога, и проще его пропустить, произнеся «а». Привет, кошка-ру-эм-волк. С точки зрения иврита вы правы. Но по-русски мы ведь говорим, например, «абрамс», а не «эйбрамс». Понимаете? «Париж» говорим, а не «пари» или там «эйнштейн», а не «эйнштайн». В общем, иностранные слова в русской речи не всегда звучат так, как на языке оригинала. И это совершенно нормально. Даниил Сантоцкий интересуется. Кстати, что такое хэши? Привет, Даниил. Это тип снарядов. Сокращение «хэш» расшифровывается как «Хай Эксплоузив Сквош Хэд» или бронебойно-фугасный снаряд со сплющивающейся головкой. При попадании он как будто размазывается о броню противника, распределяя заряд взрывчатки по максимальной площади. При подрыве образуется сильная взрывная волна направленного действия, и внутренняя сторона брони разлетается на осколки и поражает экипаж. У нас на канале, кстати, недавно был подробный обзор снарядов. Мы поставим для вас ссылку в описании к этому видео. А вот предложение от Олега Соколова. Ребята, как насчет страниц истории по израильским танкам? Тому же «Шоткалю». Олег, вам дружеский привет от нашего историка. Он эту тему уже третью неделю подряд предлагает. Но нам казалось, что зрителям в целом интереснее слушать не про конкретные виды техники, а про знаковые исторические события. Ну, знаете как, давайте устроим небольшой опрос. Пишите прямо в комментариях, что техника или события. И последний вопрос на сегодня прислал Серый Казаков. Сергей, я извиняюсь, тяжело озвучивать актеров, в частности Арнольда Шварценеггера. И в какие проекты вас приглашают, если не секрет? Привет, Серый Казаков! Нет, актеров озвучивать не тяжело. Во-первых, это в принципе не самая тяжелая работа в мире, озвучка. На мой взгляд, тяжелая работа — это там, не знаю, кайлом долбить вечную мерзлоту. Или там нейрохирург стоит и делает операцию на турецком седле. Это вот как-то, вот это тяжелые все работы. Наша не очень. Если мы в нашей работе где-то что-то сделаем плохо, вообще никто не умрет. Тут меньше и ответственности, и последствия как-то попроще. Во-вторых, для меня работа не тяжелая, потому что я ее люблю. Мне нравится это делать, и я каждый день делаю с большим удовольствием. По старой поговорке «Выбери любимое дело, и тебе не придется ходить на работу ни дня». Вот я не хожу на работу ни дня. В-третьих, если брать конкретно Шварценеггера, то если сравнивать его со всякими прочими артистами, которых я периодически как-то делаю, нет, он несложный. Для меня большая честь его озвучивать. Я каждый раз очень рад, возможно, участвовать. Но нет, он достаточно простой. Передавать то, что он играет, довольно просто. Гораздо тяжелее, не знаю, Джош Бролин, например. По поводу того, в какие проекты приглашать, есть не секрет. Ну, секрет, слушайте, у нас есть такая штука, мы подписываем, называется NDA. Non-Disclosure Agreement. Это вот о неразглашении. Такая пачка бумаги толщиной с палец. Поэтому я, к сожалению, не могу рассказать, чего сейчас происходит и чего будет происходить в ближайшем. А все, что было, вы и так знаете, потому что забили, посмотрели в Википедии, и все. Спасибо вам большое за вопрос. На сегодня все. Это был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. И, кстати, спасибо вам за все те теплые слова, которыми вы встретили перезапуск программы и за конструктивную критику. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски обновленного Полигона. Жмите на колокольчик под видео, ставьте лайки и делитесь впечатлениями в комментариях. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова